МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Центр внимания. Я Михаил Силантиев. Коротко о некоторых темах выпуска. Сахалинцы могут воспользоваться бесплатной помощью риэлторов и юристов. Где и как получить услуги, расскажу я, Владимир Льин, уже через несколько минут. В Долинском филиале Сахалинского техникума-сервиса прошли мастер-классы для школьников. Им рассказали, что такие профессии, как слесарь, сварщик, сантехник, всегда будут востребованы. И об этом расскажу я, Евгений Коньков. Музеи России в современном мире на Сахалине собрались ведущие музейщики страны, чтобы на форуме поделиться опытом, решать существующие проблемы и обмениваться интересными выставками. Через пару минут узнаете обо всем по порядку. Новые объекты коммунальной инфраструктуры введут в эксплуатацию на Сахалине до конца этого года. 13 автоматизированных газовых котельных обеспечат теплом жителей Корсаковского и Долинского районов. О тестовом запуске нового энергоблока в последнем расскажет Яна Боимбетова. Мы сейчас можем провести пробный пуск котельной на газу. Ну давайте. Так, смотрите, нажимаем на пуск. Сейчас. Все. Котельная сейчас будет запускаться. Сейчас раскручиваются горелки. Новая газовая котельная обеспечит теплом 120 многоквартирных домов, 4 детских сада, 2 школы, дом детского творчества и центральную районную библиотеку Долинска. В этом году 80% Долинского района будет уже отапливаться газом. Это большой результат. Важный. Экология будет хорошая. Ну и энергетика будет надежная. Посмотрите, автоматика здесь стоит. Вся российская техника. Молодцы. Так держать. Строители молодцы, энергетики молодцы. Подрядчик модернизировал старую угольную котельную и в течение года возвел новый энергоблок. Построим новый контур. Здесь у нас расположено 4 котла по 12 мегаватт. Общая мощность существующего энергоблока 48 мегаватт, что полностью переключает город Долинск на использование газа как основу котельного топлива. Модернизация котельной в Долинске проведена в рамках концессионного соглашения с компанией «Интеллектуальные коммунальные системы». Это профессиональный инвестор в объекты тепло- и водоснабжения. В настоящее время мы реализуем 8 концессионных соглашений по всей России с общей стоимостью инвестиций 35 миллиардов рублей. В том числе два из них заключены в Сахалинской области. Общая стоимость инвестиций в Сахалинской области составляет 10 миллиардов рублей. До конца 2024 года в Долинском городском округе будут запущены 7 модернизированных газовых котельных, в Корсаковском – 6. Всего за три года предусмотрено возведение 20 объектов теплоснабжения, реконструкция 69 километров существующих и строительство 21 километра новых тепловых сетей. Это позволит повысить качество жизни 62 тысяч островитян. Яна Боимбетова, телекомпания ОТВ. Демобилизованным участникам спецоперации продолжают оказывать поддержку по обустройству в мирной жизни. Один из ветеранов – житель Тымовского Дмитрий Заборский – после ранений и увольнения из рядов вооруженных сил намерен стать психологом, чтобы помогать своим братьям по оружию вернуться к нормальной жизни. С ним встретилась наша съемочная группа. Дмитрий Заборский ушел в зону спецоперации по мобилизации. В сентябре 2022 года, как и сотни других сахалинцев, прошел подготовку на Троицком полигоне. Служил на Донецком направлении. На фронтовую жизнь не жалуются. Говорит, нормальная военная работа – атакуешь – стреляешь. Сначала я числился замком взвода на полигоне, потом уже по необходимости командиры там и сами штатное расписание тусуются. Я был уже помощником пулеметчика на тот момент. То есть второй номер пулеметчика? Второй номер? Ну там вот эти, второй номер, это, знаете, условное такое разделение. Там где-то и первый номер. Вот как-то так оно это работает. В общем, разнорабочие войны, так это назовем. После нескольких месяцев на передовой Дмитрия ранило осколками мины. И он вернулся в родное Тымовское. Адаптироваться к мирной жизни и найти себя ему помогают сотрудники фонда «Защитники Отечества» при поддержке губернатора и правительства Сахалинской области. В будущем Дмитрий намерен получить образование, которое позволит работать с другими участниками боевых действий. Хотели бы, чтобы Дмитрий Анатольевич поступил в Сахалинский государственный университет. Именно по направлению психология. Потому что, как бы так сказать, он является у нас негласным координатором всех ветеранов боевых действий. Он их сплощает. Регулярные встречи у них проводятся. То есть помогает освоиться. В Сахалинской области за каждым бойцом закреплен социальный координатор. Однако кто, как не человек, понюхавший пороху, сможет найти нужные слова для своего брата по оружию. Поэтому сейчас Дмитрий Заборский – их главный помощник в работе с участниками боевых действий. После окончания университета он продолжит работать с ветеранами спецоперации. Евгений Коньков, Дмитрий Протасов, телекомпания ОТВ. В том числе ветеранам СВО безвозмездно всячески помогают сотрудники некоммерческой организации «Центр обеспечения жильем». Группа единомышленниц сопровождает сделки по приобретению недвижимости. Впрочем, обратиться к ним могут многие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Владимир Ильин подробнее. Покупка недвижимости у многих ассоциируется с бумажной волокитой и крупными затратами, в том числе на услуги риэлторов. Наталья Безрученкова и её единомышленницы разрушают стереотипы. Сотрудницы «Центра обеспечения жильем» бесплатно оказывают помощь. Рассказываем все нюансы, где сэкономить, где сэкономить время, деньги. И направляем напрямую к застройщикам во избежание каких-либо посредников и лишних плат. Особое внимание в центре уделяют бойцам СВО и их семьям. Помогают оформить необходимые документы, получить субсидии от государства. Один из военнослужащих смог приобрести квартиру, буквально находясь в окопе на передовой. Его родные смогли съехать с арендуемых квадратных метров в просторное помещение. «Мы встречаемся периодически с губернатором Сахалинской области и рассказываем о нерешаемых историях, где мы не можем справиться. К нам подключился комитет семей воинов Отечества Шарафиева Екатерина. И вместе с продовольствием, прямо на следующий день, хлеб, продукты, которые возят нашим военным. Ему привезли ручку, бумагу, он написал рапорт. Мы получили здесь доверенность, квартира куплена, дети счастливы». Еще один боец, Александр Канн, воспользовался услугами центра, поскольку был уверен, что банк не одобрит ипотеку. «Я узнал об этой организации через фонд защитника Отечества. К нам пришла Наталья и рассказала, чем она занимается. От этой меры поддержки, так сказать. Пришел к Наталье, решил оформить ипотеку. До последнего не верил, что получится. Но спасибо большое, спасибо огромное». В островном регионе льготы на приобретение жилья полагаются не только защитникам Отечества. Малоимущие, семьи с детьми-инвалидами, медики и другие граждане могут приобрести недвижимость с поддержкой государства. Врач Лариса Шаблакова так и поступила. Документы помогли оформить в этом же центре. «От Министерства здравоохранения я получила выплату, точнее жду в этой выплате в 3 миллиона рублей. У меня есть гарантийное письмо, на основании которого они должны выплатить данную сумму». Более подробную информацию об услугах центра обеспечения жильем можно получить в офисе организации по адресу улица Ленина, 125. Владимир Ильин, Алексей Исаев, телекомпания ОТВ. Во второй раз Сахалин принимает общероссийский форум Музея России в современном мире. Здесь помимо ведущих островных музейщиков собрались больше 50 специалистов от Хабаровска до Калининграда. Коллеги делятся опытом, заключают соглашение о сотрудничестве, чтобы обмениваться экспозициями из собственных фондов. «Сегодня прозвучит одна парадоксальная тема. Как сделать музеи безопасными и доступными? Это вещи, которые противоречат друг другу. И это сюжеты, которые музеи в современном обществе решают очень эффективно». «Для нас важно, что впервые вообще на территории нашего региона, Дальнего Востока, работают представители ИКОМ России, музейная организация с большими возможностями, с особой любовью к музейному делу. И в этом году музей имени Антон Павловича Чехова пополнил ряды этой организации. Для нас это тоже очень важно». В будущем сахалинцы хотят наладить дружбу и на международном уровне с музеями Китая, Индии, Ирана и Казахстана, чтобы заполнить выставочное пространство новыми предметами. Минувший 2023 год педагога и наставника дал мощный импульс по развитию Института наставничества в нашей стране. Новый конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей. Наставничество» призван выявлять и поддерживать лучших в стране наставников на производстве, в сфере образования, социальной сфере и общественной деятельности, на государственной и муниципальной службе, а также создавать условия для масштабирования и тиражирования лучших практик наставничества. В рамках конкурса участникам предоставляют возможности для профессионального развития и карьерного роста. Достаточно подать заявку на участие. По всей России идет заявочная кампания на участие в конкурсе наставничества президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения, Минтруда и Росмолодежи. Цель – создать условия для развития Института наставничества, выявить лучших наставников, отобрать и сформировать библиотеку эффективных практик. Конкурс наставничества станет ресурсом для наших победителей, чтобы найти единомышленников, рассказать о себе, о своей практике. Уникальность конкурса наставничества в том, что мы объединили организации, которые имеют огромный опыт выявлять лучших среди равных и также профессионально сопровождать их. Участники смогут делиться своим опытом, получать признание на всероссийском уровне, развивать культуру Института наставничества и поддержки тех, кто обучает и вдохновляет других. Стать участником наставничества могут все желающие в возрасте от 18 лет, выбрав самостоятельное или командное участие по направлениям «Наставник года» или «Лучшие практики наставничества». Наставник.rsv.ru Яна Боимбетова, телекомпания ОТВ Сахалинский школьников знакомят с рабочими профессиями. В Долинском филиале техникума сервиса девятиклассники местной школы своими руками изготавливали из пластиковых труб сантехнические изделия. Встала за верстак и выполнила порученное задание и министр образования региона. Евгений Коньков наблюдал за процессом. Мы будем про средства защиты, очки, перчатки. Студент второго курса Долинского филиала Сахалинского техникума сервиса и ЖКХ Олег Евдокимов впервые в жизни выступает в роли мастера производственного обучения. Перед девятиклассниками поставлена задача изготовить сантехническое изделие из пластиковой трубы и специальных креплений. Теория Милани Ким понятна, но с реализацией возникла небольшая проблема. Я понимаю, но я не понимаю, как вот это все тут измерять. Получается, придут мне помогать. Вместе со школьниками за верстак встала глава Сахалинского министерства образования Анастасия Киктева. Несмотря на гуманитарную специальность, с задачей министр справилась на твердую четверку. Замечательный, радует, что очень хороший инструмент, радует, что действительно под руководством чуткого мастера производственного обучения все получается. Сам мастер, а вернее будущий специалист-сантехник Олег Евдокимов считает, что идет по правильному пути. Соцсетями ванны и умывальники не заменишь. И люди, умеющие их чинить и устанавливать, всегда будут востребованы. Школьникам показали и другие помещения для производственной практики, где можно побыть слесарем или сварщиком. Радует, что данный филиал колледжа ежегодно принимает участие в очень важном федеральном проекте «Береты в будущее», в рамках которого старшеклассники выходят на профориентационные пробы и в режиме реального времени осмотрят, каким образом на современном производстве, современными материалами, с современным инструментом работают специалисты рабочих профессий. На Сахалине сейчас уделяют большое внимание обучению молодежи рабочим профессиям. В следующем году на базе Сахалинского промышленно-индустриального техникума откроют специальность оператор беспилотных летательных аппаратов. Евгений Коньков, Юрий Кантомиров, телекомпания ОТВ. Четыре победы в четырех матчах. Сахалинские волейболистки успешно стартовали в чемпионате России. Впереди у островитянок домашние игры. С кем предстоят встречи, рассказала капитан волейбольной команды ПСК «Сахалин» Анастасия Гергерт. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с успехов. Совсем недавно команда выступила на Кубке Сибири и Дальнего Востока. Как прошли выступления, с кем встречались, какие результаты? Да, совсем недавно мы завершили наше выступление на Кубке Сибири и Дальнего Востока. Было всего представлено пять команд. У нас было четыре соперника. Это две команды из высшего дивизиона Российской Суперлиги и две команды с нашего дивизиона, высшей лиги А. Основные задачи были 100% попасть в медали, что мы и сделали. Я рада, что наша команда успешно с этим справилась. Обыграли своих соперников и немного показали свои зубки, если можно так выразиться, командам из Суперлиги. Сейчас чемпионат России стартовал. Насколько успешно для команды? Я считаю, что успешно. У нас четыре победы в четырех матчах. Стартовали хорошо. Надеюсь, мы закрепимся в таблице на том же месте, на котором мы сейчас идем. Мы будем только подниматься на планку выше. Сейчас мы пока что на втором месте. Для этого мы будем работать, стараться, стремиться ко всему лучшему. Кто соперники? Соперники у нас сейчас были Уфа. Неплохая команда, цепкая, но молодая. Поэтому, думаю, им было сложно с нами играть. И Динамо, она тоже девчонки молодые, но такие озорные. Если им попадется хорошее настроение, то с ними будет тяжело играть. Но предстоит еще много соперников в чемпионате. Да, и вот сейчас как раз у нас будет домашний тур. Всех болельщиков ждем, приглашаем на наши игры, вы на нашу помощь, наша поддержка. Мы будем играть с командой из «Локомотива», это Калининград. И с командой «Корабелка», это Санкт-Петербург. Будут интересные матчи, поэтому всех ждем. Только две команды к нам приедут. К нам, конечно, еще приедет Хабаровск, но с ними мы пока что играть не будем. А кого из предстоящих соперников больше всего опасаетесь? Ну, наверное, если смотреть на домашний тур, то, я думаю, «Корабелка» – это серьезный соперник. Хороший тренерский штаб, у них хороший состав игровой. И в целом девчонки в том сезоне хорошо себя проявили. Поэтому думаю, что с ними будет тяжело играть. А не домашний тур, а вообще чемпионат? Кто самый сильный соперник, на ваш взгляд? Ну, вот я останусь при своем мнении, что «Корабелка». Думаю, что «Северянка» – хороший противник. А остальные команды пока что еще непонятно. То есть прошло всего лишь несколько игр, по которым сложно судить. Возможно, какая-то команда добавит, а возможно, какая-то команда немножко упадет в своем мастерстве. Чемпионат примерно до какого времени будет проходить вообще? Чемпионат будет проходить до конца апреля. И домашний тур финальный у нас как раз тоже будет на Сахалине. Вот поэтому нам будет необходима поддержка болельщиков. Все-таки в конце сезона уже немножко силы подубавятся. И нам нужна будет какая-то помощь извне. Да, мы об этом сказали уже о домашнем туре. А примерные даты понятны? Да, конечно. С 5 октября по 9. Наши игры будут проходить в учебно-тренировочном центре «Восток». Туда будут ходить автобусы. Так что, болельщики, если что, не переживайте, вы все доберетесь. И обратно тоже. Игры будут проходить первые два дня. Это 5 и 6 в 5 часов вечера. А 8 и 9 у нас в 7 часов. Ну, надо полагать, что успех в выступлении прошедших, в том числе, наверное, и заслуга обновленного состава. Чуть-чуть подробнее об этом. Насколько у нас обновился состав команды? Да, у нас пришло очень много новых игроков. То есть, с того сезона, по факту, осталось только 3 игрока. Это я, местная воспитанница Аня Чернецова и Светлана Чеснокова. Также мы до сих пор подключаем нашу молодежь, сахалинскую местную. Девчонки молодцы, проявляют себя буквально на каждой тренировке. И взяли в состав очень много новых игроков с разных команд высшей лиги А, которые были еще в том году буквально нашими соперницами. Но, на мой взгляд, взяли действительно лучших из команд. Собрали такой костяк уверенный, что у нас все взаимозаменяемы. И в любой момент, если вдруг кто-то выключается, то у нас есть помощь всегда. Тренер это видит и понимает, что сегодня этому человеку лучше отдохнуть, а другого попробовать в старте. Вот, кстати, как это изнутри, когда этот человек еще недавно был соперником, а теперь вы в одной связке? Ну, мы, спортсмены, наверное, уже к этому привыкли. То есть, раньше, наверное, я бы относилась к этому, ага, ты вот соперником была, я помню, что я тебя заблокировала, либо, наоборот, я приняла тебе подачу. Сейчас, наоборот, мы уже знаем и сильные стороны соперника, потому что разбираем каждую игру, и слабую сторону. То есть, когда человек приходит к нам в команду, ты понимаешь, что так, вот мы говорили то, что он немножко стрессоустойчив, поэтому на него можно там играть в опасные какие-то моменты игры. А этот игрок, наоборот, его нужно сейчас чуть-чуть выключить, дать ему отдохнуть, собраться с мыслями, и он потом себя проявит. Ну, то есть, это мы уже понимаем, и это нам, наоборот, помогает. Анастасия, спасибо. Больших побед. Спасибо. Это еще не все новости. Продолжим после короткой рекламы. На Сахалин прибыли школьники из Донецкого Шахтерска. Ребята знакомятся с учреждениями образования, посещают достопримечательности и участвуют в мастер-классах. Подробнее расскажу вам я, Елена Лим. Энергичный с малых лет 31 детский сад вступил в борьбу на Спартакеаде по пятиборью в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В программе наклоны на скамье, прыжки, челночный бег, бег на скорость и выносливость. Приобщайтесь к спорту, и вы буквально через пару минут. Ты инвестор и столкнулся с проблемой? Знай, ты не один. Министерство инвестиционной политики Сахалинской области поддержит тебя на любом этапе. В Сахалинской области внедрен региональный инвестиционный стандарт. Новые условия поддержки инвесторов позволят преодолеть все препятствия на пути к реализации проекта. Обратиться за помощью просто. Это можно сделать онлайн на сайте investin.sahalin.ru Министерство инвестиционной политики всегда готово к диалогу. Вести собственный бизнес несложно. По инициативе Министерства социальной защиты Сахалинской области в регионе реализуется проект «Борьба с бедностью». Каждая малоимущая семья участвует в опросе об уровне доходов и нуждах. На основе опроса создается социальный паспорт, в котором пошагово указаны способы выхода семьи с низким достатком из сложного положения. С каждой семьей работают десятки ведомств. В первую очередь Министерство социальной защиты. Проект стартовал в Корсакове в 2021 году. Сегодня к нему уже подключены все районы и муниципальное образование Сахалина и Курильских островов. Спайс – это курительная смесь из растений, пропитанных синтетическими веществами психотропного действия. Последствия от приема наркотика могут быть необратимыми. В результате употребления спайсов ухудшается внимание и умственные способности. Нередко после приема курительной смеси появляются галлюцинации. В таком состоянии человек может представлять опасность для себя и окружающих. За короткий срок курительная смесь вызывает сильную зависимость и разрушает организм. Спайс может убить тебя в любую минуту. Школьники из Шахтерска Донецкой Народной Республики прибыли в Южно-Сахалинск. В течение двух недель они познакомятся с образовательными программами университета, побывают в туристических местах и на различных мастер-классах. С гостями познакомилась Елена Лим. Школьники из Донецкого Шахтерска впервые участвуют в приготовлении корейского блюда чапче. 17-летнему Никите Мадриченко доверили подготовить ингредиенты. Потихоньку изучаем кухню. Даже где-то у нас схоже что-то есть общее, могу сказать, потому что у нас тоже на борщ, мы овощи тоже жарим, всё это делаем. Поэтому у нас много чего общего. Дорога до островного региона заняла почти три дня. Ребята добирались на автобусе, поезде и самолёте. Долгий путь завершился большими впечатлениями. У вас очень чистый город. У нас такого нет. Но, к сожалению, очень много грязи. У вас очень чистый город. Очень добрые люди, отзывчивые, очень улыбчивые. И у вас прекрасная природа. Очень зелёная трава, много цветов. А эти рисунки на домах – это что-то с чем-то. Очень красиво, правда. Отдельно хочется огромное сказать за то, как нас здесь кормят. Ну, прям, вы знаете, я говорю, поросятки мои маленькие на детей, говорю, вы-то смотрите, там, кушайте аккуратно, потому что штаники у некоторых уже так вот, знаете, на тугу затягиваются. Потому что прям, ну, очень много выпечки, очень вкусное блюдо. Поэтому спасибо огромное тоже за это. Но главная цель поездки – познакомиться с программами институтов и колледжей Сахалинского госуниверситета. Возможно, после посещения научных лабораторий кто-то из гостей приедет сюда поступать. К сожалению, чистая нефть и скважины идёт не всегда. Выходят определённые моменты, когда и скважины идёт так же, и вода. И выглядит это всё вот так. В течение всего периода для них подготовлена как образовательная программа от институтов и колледжей, университета, так и, можно сказать, такой развлекательный контент, который знакомит детей с культурой, с традициями, и, в принципе, ну, с Сахалинской области, в принципе, с островной жизнью. Программа очень плотная. Хочется ребятам показать все прелести острова. Ребята из ДНР пробудут на острове две недели. Впереди ещё мастер-классы по тэквондо и каллиграфии и поездки по туристическим объектам. Елена Лим, Роман Бронников, Телекомпания ОТВ. Пожилые сахалинцы готовятся к фестивалю танца старшего поколения. Он проходит ежегодно в областном центре народного творчества. Сейчас будущие участники вальсируют в парке имени Гагарина. Все они члены движения «Сахалинский танцевальный мир». Цель, которую преследуют организаторы – разнообразить жизнь островных пенсионеров, сделать её интереснее и счастливее с помощью музыки и движений. У нас вот летом каждую неделю или концерт, или какое-то мероприятие, на котором мы танцуем, или конкурсы, или фестивали. Мы во всём принимаем участие. Танцы продлевают мою жизнь. Учат держать осанку, всегда быть в тонусе. Танцы развивают мою память через музыкальные движения. Фестиваль состоится 13 октября. Участниками станут около 100 человек, которые попробуют свои силы в нескольких категориях, в том числе бальных и народных танцах. Около 200 воспитанников из 31 детского сада в Южно-Сахалинске участвуют в спартакиаде по пятиборью в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Лучшая команда выходит на региональный этап. С дошкольниками пообщался посол ГТО в Сахалинской области, наш корреспондент Игорь Антипов. Для малышей это уже система, которой приобщают со времен СССР. Комплекс ГТО «Канул» в лету в лихие 90-е возродили его 10 лет назад, чтобы вернуть былые спортивные традиции. Ребята очень ответственно относятся к выполнению нормативов ГТО по своей первой ступени, показывают достаточно хорошие результаты в сегодняшней программе, которая состоит из пяти дисциплин. А это значит, что в детских садах с физической подготовкой все в порядке. 15 сантиметров и золотой знак почти в кармане. Такую гибкость, стоя на тумбе, показывает Матвей Панарызин из детсада «Красная шапочка». Как ты думаешь, почему нужно заниматься спортом? Чтобы защищаться. И защищать других. И стать сильным. Если правильный подход найти к ребенку в саду, то дальше большая вероятность, что если еще родители помогут, то от родителей тоже очень многое зависит. И вместе, в совокупности, это дает вообще результат. Внимание! Марс! В челночном беге своим соперницам достойную конкуренцию составляет Ксения Петренко из детсада «Кораблик». За девочкой просто не угнаться. Я люблю спорт. Никогда его не теряю. Много ничего не ем сильно. Всегда хожу на тренировки по гимнастике. Дети хорошо подготовлены. Дети выполняют нормативы даже с некоторым запасом. Особенно такие виды, как выносливость, гибкость. Ксения Петренко и в беге на 700 метров оказывается первой. Ее мощный рекорд на выносливость на 800 метровке повторяет Никита Тараненко. Правда, на дистанции между мальчишками происходит конфликт. Рамзан сказал, что я хочу не навалять. А этот его взял за руку и начал его отразумевать. Как там говорит кот Леопольд? Ребята, давайте жить дружно. Сборная сильнейших ГТОшников Южно-Скалинска уже в мае следующего года проявит себя на региональном этапе спартакиады. Игорь Антипов, Дмитрий Протасов, телекомпания ОТО. Эти и другие новости доступны и на нашем портале САХ онлайн. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До встречи. Подробнее на мсп.рф Подробнее на мсп.рф В Сахалинской области в рамках национального проекта «Демография» предоставляются меры социальной поддержки. Сахалинцы, у которых родился первенец, могут получить единовременно более 54 тысяч рублей. Для студенческих семей размер выплаты более 57 тысяч рублей. Также предоставляется областной материнский капитал. За первого ребенка в размере 150 тысяч рублей. За второго или последующих детей 250 тысяч рублей. Молодым семьям с низкими доходами компенсируют до 30 тысяч рублей за покупку коляски и комплекта для новорожденного. За подробной информацией обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...